Спроси у Армена, почему он против соревнований. Четыре минуты. Вот, точно. Морожный вопрос. Да, Армен. Юра, ты мне комментируешь. Ну, поехали, Армен, давай. Почему ты против соревновательного подхода в паркуре? Вообще соревнований. Паркур у каждого свой, опять же. И я не против соревнований как таковых, да? Да, скажем так, в моем паркуре соревнований нет. В том паркуре, который я вижу для себя, соревнований нет, потому что это дисциплина, на мой взгляд, которая направлена на личное, скажем так, самосовершенствование. И самосовершенствование без зависимости от чьего-то другого совершенствования. То есть, на мой взгляд, или даже не так, на мой взгляд, а в моем паркуре ты развиваешься лично. И ты не ставишь цель кого-то обогнать. Именно поэтому в моем паркуре соревнований нет. Но тем не менее, как ты видишь официализацию паркура вообще, становление, к примеру, его видом спорта, либо каким-нибудь иным, ну, приобретение официального статуса каким-либо иным способом, то есть, все виды спорта, все абсолютно, они подразумевают какое-то наличие соревновательного фактора. В том числе даже фитнес. Проводятся чемпионаты по фитнесу, к примеру, да, где люди демонстрируют там либо в виде художественной программы выступления какое-то... Я не вижу смысла в соревнованиях как таковых. Если мы посмотрим на соревнования, которые проходили, это соревнования по Акростриту, причем зачастую по достаточно кривому Акростриту. Ну, потому что... Это куча ребят, которые делают акробатику на намного более низком уровне, чем если мы включим соревнования по гимнастике. Еще раз, пожалуйста, ту же самую фразу, я бы, потому что перебил тебя. Ты не видишь смысла в соревнованиях. Да, я не вижу смысла в соревнованиях. Паркуре... Я забыл, что я говорил. Бля, так нельзя делать. Да. Не перебивай тогда. Потому что это... Армен, еще... Те соревнования, которые ты видел... Те соревнования, которые мы видим... Тихо. Те соревнования, которые мы можем посмотреть, которые называются соревнования по паркуру, по фрирану, как угодно. По сути, это соревнования по уличной акробатике. Если мы включим любой, скажем, Art of Motion, то мы увидим кучу ребят, которые прыгают акробатику, скажем, в более жестких, так сказать, условиях, при том делают зачастую те вещи, которые, на мой личный взгляд, достаточно корявы. То есть, если включить при этом соревнования олимпийцев, да, и посмотреть на них, то мы увидим гораздо более высокий уровень по акробатике. А соревнования, они предполагают наличие зрителей в любом случае. Иначе они не будут оккупаться. Зрителю зачастую неинтересны манки, какими бы качественными они ни были. Зритель хочет эффектности. А если мы включаем эффектность, то мы теряем паркур. А еще, собственно, паркур, как уже было сказано, действительно у каждого свой. И паркур – это довольно многогранное понятие. А если мы введем соревнования, если кто-то их ведет, если они вообще появятся, ну, они появятся в любом случае, они уже появляются, эта тенданция так и будет продолжаться. Но фишка в чем? В том, что любые соревнования в этом, они очень сузят и ограничат его развитие. То есть, вместо всеобъемлющего, да, Серень, это так, вместо всеобъемлющего какого-то искусства, что мы считаем искусством, мы получим строгий набор наиболее эффектных для зрителей и судей элементов, которые можно четко оценить. Строго регламентированных. Абсолютно. То есть, нельзя сравнить паркур, извиняюсь, Дэна Эдвардса и Таниэля Лабаки. Это разный паркур. Абсолютно разный, причем и у того, и у того он развит в совершенстве. Но это разный паркур. И они не могут соревноваться. Это точно так же, как нельзя... Вот вольная борьба и каратэ, это боевое искусство, и то, и то. Но они рекламентированы настолько, что сравнить их, например, нельзя. Как бы они могут соревноваться, соревноваться до победы, например, но это уже будет какая-то ересь. Это уже не вольная борьба, и каратэ. И то же самое в паркуре. Каждый, каждый двигается по-своему. У каждого свой взгляд на паркур, и это круто. Потому что это и есть суть паркура. Личное, личное развитие. И каждый развивается по-своему. Как можно всех взять под одну гребенку и заставить делать одно и то же. Ну, это как минимум, как минимум, действительно превращение паркура в абсолютно стандартный, причем далеко не самый интересный вид спорта. В общем-то, даже если проследить развитие очень многих видов спорта, то они из какого-то узкой полоски начинают растекаться. Выделяются какие-то свои направления. Люди хотят добавлять что-то новое, потому что это расширяет какие-то навыки, расширяет границы познания. В общем, а что мы сейчас сделаем с паркуром? Вместо того, чтобы расширить его, мы берем и сужаем его до границ вот этого спортивного направления. То есть, делаем все с точностью до наоборот. С чего начинались боевые искусства? С какой-то примитивной ударной техники, которая потом расширилась в 100-500 различных направлений. Это и венчуна, это и карате, и дзюдо, и самбо. Это куча-куча всего. Люди стремятся развиваться, стремятся расширять свои способности, свои навыки. А у нас это уже есть. А у нас уже это есть. У нас уже паркур всеобъемлющий. Он огромен. Он просто... Его невозможно познать в целом. Он у каждого свой. И мы хотим задать ему строгие рамки, чтобы... В смысле, мы как раз этого не хотим. Да, точнее, вот, собственно... Вопросы о соревнованиях. И соревнования просто приведут к тому, что вот этот огромный-огромный паркур, которым можно заниматься всю жизнь, и до конца его все равно не познать, превратится в тоненькую-узенькую танковую щель, через которую мы будем смотреть. И все. И это уже нельзя будет называть паркуром. Чем угодно, но только не паркуром. Еще. Чем угодно, но и не паркуром.